Девушки отдыхают 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 Стараемся изначально Понять философию бренда И как мы можем это Использовать Давно хотелось найти в партнеры Компанию в освещении Но необычную Отличающуюся от других брендов Давно знали эту компанию Видели ее Проведя небольшой анализ Мы просто в нее влюбились Сразу же решили с ними работать Делали первый заказ на экспозицию Сейчас мы будем расширять. Во всех наших шоурумах Дэвид Эгропы будет представлен как основной партнер восхищения. Бренд Дэвид Эгропы – демонстрация просто истины. Если по-справжному любить то, что делаешь, несмотря на трудности и на жену, что за славой, выйдет что-то действительно захопливое, что находят имя отгук у сердца и душа миллионов людей по всему свиту. Неймоверная история этого бренда началась с маленькой майстерни в пьячинце и желание Дэвиды делать то, что ему так нравится. Неповторный стиль, витонченность и элегантность в светле от Дэвид Эгропы – это что-то из другой реальности, что-то сказочное, что за чаровое. Лаконичное и эмоциональное поединение концептуального освещения Дэвид Эгропы та неймоверных работ Валентина Засуцької думки пришли побачити чимало українських архітекторів. Мы ж скористалися цим, аби дізнатися про місце освітлення в интерьері. Адже не секрет, що саме за допомогою освітлення можна змінювати настрій интерьеру, можна створювати атмосферу або робити правильні акценти. Свет архитектурный, интерьерный, технический, он крайне важен. Многие люди не уделяют этому внимания, но на самом деле правильное решение света – это основа, в принципе, комфортной жизни. Это отдельная наука. Есть зональный свет, есть точечный. Это очень сложно. При помощи света можно полностью поменять настроение интерьера. Світло як в интерьері, так и в экстерьері може виконувати технічні та декоративні функції. Девід Дегройпі – саме то варіант, коли функції та емоції поєднуються у витворах мистецтва. Это точно так же, как и с картинами. Они должны вызывать эмоцию. Картина, которая нравится и ее хочется купить, она будет смотреться красиво в любом интерьері, если она вдохновляет. И с светильниками точно так же. Если хочется какую-то винтажную лампу или минималистичный светильник повесить, он для конкретного человека в этом интерьері будет нести ценности. Саме тому в Домініо Групп поеднали світло Девід Дегройпі з картинами. Это таки собі маніфеста, потужна метафора, об'єкта в мистецтві та мистецтва, как об'єкта в интерьері. Двалина экспозиция – это часть ее выставки под названием «Думки». Это ее мысли, которые отображаются на холсте. Это ее внутренние волшебные миры. Мне очень понравилось. Я, признаться, не знал этой фабрики. Это очень творческий подход. И то, что я люблю, например, отраженный дифузный свет. Самый комфортный для глаз, для работы, для помещения и для пространства тоже. На редкость архітектурный свет. Работа с наложением одного луча света на другой, то, что называется интерференция света. Либо работа со светотенью, то, что мы видим вот в модели Мун. Это сложно переоценить. Технически с декоративным сравнивать нельзя. Декоративный он может быть арт-объектом. А технический свет – классный свет. Он должен подчеркнуть атмосферу, форму, мебель. Продукт интересный тем, кто этим увлекается. Повністю занурившись в эмоциональную атмосферу, створенную в домініу групп, каждый из архитекторов смогли найти еще для себя. Те, что торкнулося саме их души. Я все-таки больше люблю декоративный свет, и поэтому мне понравился светильник Мун. Это завораживает, это настолько увлекает. Мне нравится как раз свет, который работает с пространством. Люстра, просто декор, просто дизайн, который можно со всех сторон рассматривать – это не технология освещения. Я всегда использую направленный свет и всегда использую диффузный отраженный. И эти два компонента дают возможность менять пространство, в принципе, с ним работать реально. Из светильников, которые сегодня я увидел и мог потрогать вживую – это вот удочки, группы, ну, очень прикольная штука. Мне кажется, когда будет работать вентилятор, они будут шататься, и это будет еще более живой свет. Найбільше за все, мне безсумненно сподобалась модель Мун. Дуже эстетично виглядает и передает атмосферу интимного освещения, декору и, взагалі, ночи. Все модели мне очень симпатичные, но понравились особо две модели. Это «Тет-а-Тет», тем, что он легко собирается и разбирается. И «Сэмплей» в виде спиннинга, так как я очень люблю рыбалку, и мне этот светильник очень симпатичен. Очень крутой бренд, очень стильный и очень гармонично впишется в любой интерьер. Мне понравился светильник «Тет-а-Тет». Я думаю, что это был бы прекрасный подарок. Стилистика, мне кажется, здесь не имеет значения. По большому счету, такие вещи можно даже очень интересно вливать и в классику. Після захопливої презентації кожен з гостей поринув у споглядання прекрасного. И, как на меня, это уже совсем инше слово у развитку дизайну. Когда поява нового бренду на украинском рынке перетворяется на події, что надихает. Доминио Групп – компания, которая диктует стиль в интерьере. И у них очень крутой портфель брендов. И «Деви-Де Группе» дополняет любой интерьер не только жилого пространства, но и очень круто будет смотреться в ресторанах. Залишается лише додать. Светло не важно недооцінювати. Адже, например, за допомогою бренду «Деви-Де Группі» талановитый дизайнер может изменить интерьер до невпознавности. Освитление в интерьере – яскравий приклад мультифункциональности. А такий бренд, как «Деви-Де Группі» сіє наочное подтверждение, что неважливых элементов в интерьере просто не бывает. Хочешь яскравий дизайн? Звернись до профессионалов. Далее у программы – украинская художница, что подкорюет Европу. Та просто зараз уникальный проект «Зламп». А саме 44 питания креативному директору торгового центра «Домосфера» и организатору арт-проекта «Зламп» Наталі Кравець. У тебя есть 100 миллионов долларов и всего лишь один месяц на реализацию бизнес-проекта. Что бы это было? Мусороперерабатывающий завод с возможностью продажи энергии. Как ты училась в школе? Нормально. Кого из известных людей ты пригласила бы на свидание? Илона Маска, Барака Обаму и искусственный интеллект. Где бы это свидание происходило? С Илоном Маском на Марсе, с Обамой в любом месте, с ним интересно поболтать. И с искусственным интеллектом виртуальной реальности. Во время полной самоизоляции какие три вещи тебе были бы жизненно необходимы? Деньги, телефон и интернет. Тебе поступило предложение снять фильм о тебе и твоей жизни. Как бы он назывался? Генерейшн. Это был бы детектив. А кто бы играл главные роли? Наверное, я. Самый великий дизайнер прошлого? Леонардо да Винчи. Универсальный человек. Любимый дизайнер настоящего? Люблю украинских предметных дизайнеров. Их много и мне они все практически нравятся. Какую вещь или предмет, аксессуар ты можешь носить много-много лет? У меня нет такой вещи. Во что ты веришь, а что знаешь наверняка? Я верю в то, что добро побеждает зло. Какое изобретение будущего ты ожидаешь больше всего? Летающие автомобили. Какой вопрос ты бы задала или что бы ты сделала, чтобы понять, кто перед тобой? Искусственный интеллект или живой человек? Я бы не задавала вопросов, какая разница, кто перед тобой. Главное, чтобы было интересно. Ты играешь в игры? Камень, ножницы, бумага. Твой любимый цвет? Красный. Твоя любимая эпоха? Та, в которой я живу. Черный квадрат Малевича. Это искусство? Безусловно. Ты любишь гостей? Нет. Что такое дизайн? Дизайн – это все то, что нас окружает, эстетическое удовольствие. И главное, чтобы это отвечало потребностям человека. А стиль? Стиль – это мировоззрение человека. А красота? А красота – это наслаждение. Назови три вещи, которых тебе больше всего не хватает в наших городах. Это одна вещь – дизайн городов. Какие три здания ты незамедлительно снесла бы в своем любимом городе? Это были бы районы. Поздняки. Что бы ты хотела видеть из собственного окна? Будущее. Если бы ты выбирала профессию сейчас, что бы это было? Я бы не меняла профессию, меня устраивает она. Что важнее – вдохновение и озарение или трудолюбие и дисциплина? Это взаимосвязывающие факторы для того, чтобы достичь успеха. Из-за чего ты можешь не спать ночами? Из-за идей. Что тебя больше всего раздражает в работе? Некомпетентность. Какое минимальное количество времени тебе понадобилось для принятия важного делового решения? Одна секунда на проект «Щири». Каким своим проектом ты гордишься больше всего? Их было несколько, но в данный момент домосферой. Какое максимальное количество переговоров и встреч ты провела за одни сутки? Восемь за один рабочий день, и это было сложно. Что тебя больше всего вдохновляет в работе? Персонал. По твоему опыту руководителя, какой самый эффективный метод мотивации персонала? Личный пример. А самый неэффективный? Игнорирование. Назови три рекомендации, как совместить карьеру и семью. Уважение, взаимопонимание, разделение полномочий в семье, потому что семья – это работа. Худшее наказание для тебя? Ограничение в свободе. Назови три языка, которые ты хотела бы знать в совершенстве. Китайский, английский, итальянский. Какой экотренд ты считаешь самым важным для спасения планеты? Переработка. А самый бесполезный? Все, что полезно в планете, не бесполезно. Если наступит эпоха трансгуманизма, и человек сможет вставить в себе любые импланты и аугментации, чтобы усовершенствовать тело и мозг, что бы ты поставила себе? Ничего. Любите себя такими, как вы есть, и будет вам счастье. Какое самое перспективное направление в дизайне сейчас? Дизайн городов. Что такое личный бренд и зачем он нужен современному человеку? Как говорила моя первая учительница, Наташа, работай на авторитет, потом авторитет будет работать на тебя. И это и есть личный бренд. Как ты относишься к подделкам? Я к ним никак не отношусь, потому что себя не обманешь. Ты хотела бы быть бессмертной? Нет. Что такое бессмертие? Леонардо да Винчи, наверное, бессмертен. Бессмертной в 100 лет или в 30? Нет, я не хочу быть бессмертной, я хочу быть здоровой. В чем смысл жизни? В самой жизни. А в чем смысл твоей жизни? Быть хорошим человеком. Что было бы написано на твоей звезде на Аллее Славы? Мне это не нужно. Кофе или чай? Кофе. Кошки или собаки? Собаки. Дом или квартира? Квартира. Книга или фильм? Фильм. Онлайн или оффлайн? Оффлайн. Назови переломный, взламный момент в своей жизни. Установление. Ну что, привет? Привет. Спасибо. Спасибо. Классное интервью было. Молодец. Спасибо. А просто сейчас интервью с талановитою українською художницею, за работами якої полюють колекционеры из Европы. Вона з'являється на обкладинках журналів. Уйшла до переліку 50 кращих художниц світу. Художниця, перформайстер та талановита українка, що змінює світ навколо себе. Сьогодні у рубриці «Сам на сам» – Одарка, Дьома, Пісна. Дитинство Одарки пройшло у художні майстерні дідуся, де вона залюбки позувала для його картин. Але майбутні талановитої українки батьки бачили у політиці. Тож, коли одного дня після закінчення національного університету імені Шевченка вона сказала, що мріє про навчання у Тбілійській академії мистецтв, вони були, м'яко кажучи, здивовані. По окончанию університета я поняла, що я не хочу займатися тим, що я не хочу. В житті треба брати все. Якщо ти гориш цим, ти здаєш це невероятне. Із-за цього, коли я поняла, що я хочу бути художником, я к тому почала йти, стремитися і розвиватися в цьому. Коли я сказала отцю, що я хочу жити в Тбілісі і учиться в Тбілісській академії іскусств, він цю новість восприняв якось дуже легко. Я уверена, що він навіть не був готовий до того, що я це сделаю. І зараз на данний момент я студентка Тбілісській академії іскусств. Я стала вице-президентом Італьянської ассоційи художників Музе Інтернешнллі арт-спейс. І також я стала советником мэра нашого міста, в якому я родилась, міста Умани, советником мэра по вопросам культуры і іскусства. Саме главное, я мама, у мене є потрясаючий шедевр, который мені дався вселення. Їй буде скоро 7 лет, её зовут Латом. І також я дочь замечательных родителей, которые дали мне возможность быть собой. І це було вірне рішення, адже сьогодні ударка відома далеко за межами країни. Її картини виставляються у міжнародних галереях та користуються неабияким попитом. І на думку ударки це дуже легко пояснити. Адже коли тебе підтримуть, ти здатний звернути гори. Саме главное, що може бути, це іскренность. Не думайте о том, как это вас приймуть. Думайте о том, что вы хотите дать. Дарите, и люди это прийму. Это невероятный обмен. Потужный поштовх у карьеры ударки стався после родины доночки, когда она решила, что теперь должна отвечать не только за себя. Я была в таком поиске, я понимала, что мне нужно идти дальше. Я год искала возможность начать карьеру в Европе. Но это достаточно сложно. Но ударка не из тех людей, которых лякают сложности. Вона показала свои работы нашей землячке, что жила в Италии. Когда Наталья увидела мои работы, и они приняли меня для проекта «Women Essence», это был первый мой выезд в Европу, после которой вообще все закрутилось. Уже с Милана я летела в Испанию. Сейчас на данный момент Наталья – президент Ассоциации художников в Италии «Museo International Art Space», где я стала вице-президентом. И она моя очень близкая подруга. Мы стали очень близки с семьями. Я благодарна тому моменту и вселенной за то, что в мою жизнь приходят вот такие близкие люди, которые дают возможность идти дальше. Назвай пять житевых принципов, которым ты не зрадуешь. Первый – это доброта. Доброта, милосердие – это то, что ты даешь. Я считаю, что в этом мире ты даешь. И не жди в ответ. Не жди. Отдавай. Потому что вселенная тебе вернется в другую какую-то ситуацию. Второй принцип – это делать всю свою работу на профессиональном уровне. Третий принцип – это уважение. Это то, на чем базируется вообще весь наш мир. Уважать нужно в первую очередь себя. Четвертый принцип – любовь к ближнему. И понимание того, что они не вечны, как и ты не вечен. И пятый принцип – вера. Скажи, пожалуйста, от чего ты фанатируешь, кроме живопису? От жизни. Я люблю брать жизнь полностью, чтобы я понимала, что один день прошел не зря. Мне очень приятно, что один день ты проводишь с нами. И мне очень. Ты получила премию от Кабинета Министров за розбудову украинской культуры. Что бы ты сама внесла до этого понятия? Вы знаете, наша культура невероятная. Сколько я еду, сколько я смотрю, я понимаю, что мы настолько богаты, мы настолько интересны. Наша трепельская культура – одна из самых древних культур. Если рассуждать и смотреть из прошлого, нам есть что показать. С этим тяжело не погодитись. Спілкуючись с Одаркою, мені было очень интересно, что самая визнана в Европе художница ценует о дизайне. Я люблю в интерьере контраст. Это должно быть что-то кричащее, яркое. Это может быть подушки, это может быть одно кресло, это может быть картины. Но вся мебель должна быть нейтральна, чтобы не навязывала свою энергетику и не давала ритм твоим эмоциям. Я очень люблю, когда в доме много присутствует деревья на мебели. Хотя и камень люблю, какие-то определенные элементы. И это суто мистецкий подход к интерьеру, когда каждая деталь наполняет тебя эмоциями. Такий принцип Одарко закладает и в своих работах. Вона додает у масла, которым малюют картины, справедливые минералы. Каждый минерал несет свою энергетику. Каждый минерал привезен с определенной точки земли. И он несет в себе память того места, где он находится. Класс. Он же это и отдает. Именно поэтому за работами Одарки иногда разгортается справедливое поливание. Адже желающих отримать работу в художнице у собственной коллекции, обычно очень много. Я желаю, чтобы люди интуитивно понимали, чего они хотят. Вот что я хочу видеть в своем доме? Не идти за стереотипами. Это самое главное. И тогда ваш дом будет уютным. И это будет место, в котором вы сможете спрятаться от всего мира. Это будет мир внутри мира. Вот создатель для себя такой мир. Честно отвечая на свои вопросы, что я хочу. Мряте, тано зупинятись у достигнутой метки. Кредит художницы Одарки Дзьоми Піснои. И это универсальный рецепт для каждого, кто хочет отримать задоволение от жизни. Каждый выпуск Дизайн Тур как лихает от несмаку. А поэтому, чтобы иметь эффект, нужно их регулярно. Еще больше выпусков на нашем официальном канале YouTube. Увидимся за неделю.